Ядерные угрозы Кремля вышли на новый уровень. На сей раз Путин пытается напугать Запад военными учениями с использованием тактического ядерного оружия. Правда, в этом нет ничего нового. Такие учения проводили и ранее, но без широкой информационной огласки. Почему Кремль снова бряцает ядерным оружием? Чего пытается добиться? Ядерный шантаж, очередной блеф Москвы или реальная угроза. В Министерстве войны РФ объявили, что по поручению диктатора проводят учения с участием ракетных соединений Южного военного округа, авиации и сил военно-морского флота. Российские военные проведут практическую отработку, подготовку и применение нестратегического ядерного оружия. Относительно того, что активизация вот этого вот, это тоже связано с их тактикой, которые они еще разрабатывали в нулевых, деэскалация через эскалацию. То есть они понимали, что на конвенциональном уровне они не способны воевать с НАТО, да, и поэтому они разрабатывали как раз вот эту гибридную агрессию против НАТО. И главным центром был город Нарва в Эстонии. Вот то, что они сделали в Крыму, вот это они планировали сначала в Эстонии сделать. То есть, условно говоря, захватывается Нарва, русскоязычный город, там границы фактически нет. Потом ставится перед фактом НАТО. Если там что-то начинается, они начинают угрожать ядерным оружием. И таким образом разваливают НАТО. То есть сейчас такая же, в принципе, тактика у них применяется. Это почему? Потому что они видят, что помощь идет. Видите, они перевозбудились по поводу Ф-16, начинают кричать, что это ядерная эскалация и так далее. В Кремле нашли новые поводы, чтобы в который раз достать из рукава ядерную карту. Российская Минвойны, МИД и род Путина Песков в один голос пропели, мол, получение – это ответ на угрозы западных официальных лиц в адрес РФ. Если вы меня спрашиваете, о каких заявлениях западных представителей идет речь, ну, очевидно, что речь идет, естественно, и о заявлении господина Макрона, и о заявлении британских представителей. Вы знаете, к ним еще добавился и представители Сената США, если я не ошибаюсь, которые, собственно, говорили о готовности и даже намерении отправить вооруженные контингенты на Украину. То есть фактически выставить солдат НАТО перед российскими военными. То есть виноваты все и французы, и британцы, и американцы, да и остальные союзники Украины вместе взятые. Тем временем в российском МИДе формально без привязки к учениям объявили, что Россия будет рассматривать поставляемые Украине истребители F-16 как носители ядерного оружия. 9 мая во время парада на Красной площади Путин тоже брызгал ядерным ядом. Недавние заявления президента Франции Мануэля Макрона о возможной отправке западных войск в Украину, похоже, действительно напугали Москву. Путин заявил, что такое развитие событий грозит конфликтом с использованием ядерного оружия. Французского посла вызвали в МИД РФ. Но у Москвы есть претензии к Лондону. Британского посла также вызывали в МИД РФ. Кремлю не понравилось высказывание главы британского внешнеполитического ведомства Дэвида Кэмерона о праве Украины наносить удары по территории России с применением британского оружия. Ядерный шантаж уже давно стал визиткой Кремля, поэтому вряд ли стоит расценивать нынешнее военное учение россиян как новую угрозу. Так называемая риторика о красных линиях появилась задолго до полномасштабного вторжения РФ, как ответ на поддержку Западом Украины, в частности оружием, напоминают эксперты. Это будет красная линия. Ударили, ничего не произошло. Первые же удары по Крыму произошли 9 августа 22 года. Тогда то ли громами ударили, то ли чем-то еще. Вот тогда были удары. Ничего. То есть Запад видит, что Россия блефует, что это все рассказы по поводу этого. Они сами опасаются последствий вот таких вот ударов и вообще применения тактического ядерного оружия. А еще в Кремле сильно боятся атак украинских дронов вглубь России. Наши БПЛА выводят из строя не только российские нефтеперерабатывающие заводы, но и стратегические военные объекты РФ. Например, за горизонтную РЛС контейнер в Мордовии. Украина ж выбили, например, в Мордовии, помните, объект Гуровцы выбили дроном, который занимался как раз ядерным станцией раннего ядерного вооружения. Они сливали в прессу, при каких обстоятельствах там Путин будет применять ядерное оружие. Теоретически удар по стратегическим бомбардировщикам, который произошел еще осенью 22-го года, тоже можно приравнять как, знаете, атаку на ихнюю там триаду и так далее. Но они активно этим играют, им больше нечего играть. А что такое тактическое или нестратегическое ядерное оружие? Это ядерные боеголовки, обычно малой мощности. Они существуют в виде разного рода боеприпасов, авиационных бомб, снарядов, мин, торпед и головных частей ракет. Их можно доставлять на различных носителях, ракетах, тех же Искандера, к примеру, самолетах и даже в артиллерийских снарядах. По данным американской разведки, в РФ есть около 2000 тактических ядерных зарядов. Но есть нюанс, это оружие никогда не применялось в реальной войне. Ядерные державы считают, что для достижения тактических целей достаточно и обычного современного вооружения. Кроме того, никто не хочет рисковать развязыванием ядерной войны. Само тактическое ядерное оружие, оно уже создавалось из расчета на существование огромных скоплений армий. Вот как было во Вторую мировую войну. Ну, собирается огромная армия, там, один миллион человек. Бьется тактическая ядерная ракета и уничтожается сразу там половина армии. И дальше ты уже вперед с песней идешь. Сейчас же таких огромных армий нет. Если бы россияне были уверены, что тактическое ядерное оружие чем-то их поможет, то они бы давно уже его применили. Но тут есть еще большие риски. Они понимают последствия этого. Они понимают, что категорически против превращения ядерного оружия в конвенциональное оружие выступают американцы и китайцы. Почему? Потому что Китай не из любви к Украине это делает, потому что Китай понимает риски в первую очередь для себя. Они понимают, что нарушение договора о нераспространении ядерного оружия, то есть даже от 68-го года, даже передвижение ядерного оружия в другие страны, это приведет к тому, что Япония и Южная Корея сразу получат ядерное оружие. Ну, не получат, они дожмут США на то, чтобы они его сделали. Еще одно отличие тактического ядерного оружия от стратегического в его готовности к применению. Стратегические ядерные силы РФ, так называемая ядерная триада, по словам Путина, находится на постоянном боевом дежурстве. А тактические ядерные заряды хранятся на складах. Для того, чтобы их использовать, их нужно сначала вывести из мест хранения и установить на носители, бомбу, ракету или торпеду. Именно это и отрабатывается в ходе учений. Тактические ядерные боеприпасы обычно находятся в спецхранилищах. И их для того, чтобы как этап предварительный, перед их реальным использованием, их нужно доставить в соответствующие подразделения, где находится техника и люди, которые умеют с этим обращаться и знают, как пользоваться этими тактическими ядерными зарядами с помощью различных носителей и систем. И только тогда его можно вообще будет применить. И, как я понимаю, речь идет именно о тренировках вот такого развертывания. Не факт, что для этого будут использоваться, например, настоящие какие-то ядерные боеголовки. Речь может идти даже о каких-то, например, боеголовках для ракет тех же «Искандер» или «Кинжал». Кроме того, стратегическое ядерное оружие подпадает под действие договоров об ограничении стратегических наступательных вооружений. А тактические ядерные боеприпасы формально нет. После отмены договора между США и РФ о ракетах малой и средней дальности носители нестратегического ядерного оружия практически ничем не ограничены. Возможно, использование тактического ядерного оружия все равно подчиняется ядерной доктрине РФ. Согласно которой Россия может использовать такое оружие только в случае непосредственной угрозы, суверенитету и целостности страны, а также уже случившегося нападения противника. Это не только публичная позиция Кремля, но и руководство к действию для военных. Мы всегда готовы. Я хочу, чтобы было понятно. Это же не обычные виды вооружения. Это тот вид, род войск, который находится в постоянной боевой готовности. Вслед за Россией учение с ядерным оружием анонсировала и Беларусь. Министр обороны страны Виктор Хренин заявил, мол, в рамках проверки дивизион оперативно-тактического комплекса «Искандер» и эскадрилья самолетов Су-25 будут приведены в готовность к выполнению задач. Беларусы испытают весь комплекс мероприятий – планирование, подготовку и нанесение ударов тактическим ядерным оружием. «Тренировка. Поскольку на территории Беларуси размещено нестратегическое ядерное оружие, то мы в этот раз предложили нашим друзьям, союзникам, да и президент Беларуси об этом просил, принять участие в одном из этапов этого учения». Ранее телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации Джо Байдена сообщал, что США всерьез готовились к возможному ядерному удару России по территории Украины в конце 2022 года. По словам собеседников, ядерный сценарий рассматривался как реальный после серии поражений российской армии, которая к тому времени сдала Харьковскую область и была вынуждена покинуть Херсон. Предотвратить переход войны в ядерную фазу, по словам источников CNN, помогло подключение Китая и Индии, которые надавили на Путина. «Все эти страшилки активизировались как раз после того, как пошла помощь. Они пытаются снова это отыграть, но проводят ли они реальные учения с ядерным оружием, тоже большой вопрос, потому что все это как бы очень прозрачно. Потому что для того, чтобы… ну ядерное оружие имеет свою специфику, оно же не хранится на аэродромах, например. Оно хранится в специальных отведенных местах, нужно сначала дать приказ для того, чтобы даже привинтить это ядерное оружие, например, провести на аэродром. Следят спутники, радиологические контроли, многое чего. Ну я уверен, что агентура ЦРУ хорошо работает тоже в Кремле, которая четко и ясно все это сообщит. И сам факт применения ядерного вооружения против неядерного государства тоже очень большие риски имеет для россиян. В принципе, еще в 1922 году Бен Ходжес, бывший глава войск США в Европе, он же тогда и заявил о том, что применение ядерного оружия приведет к применению конвенционального оружия на территории Украины. То есть тогда он еще говорил, что за два часа будет уничтожен весь Черноморский флот и все цели на территории Украины, российские. Я думаю, что эта публично озвученная угроза была услышана в Кремле, и они понимают, что противопоставить этому в принципе нечего. Но активно играть и пугать таких впечатлительных людей, как Илана Маска, они, конечно же, будут. В настоящий момент западные разведки не видят непосредственной угрозы применения России ядерного оружия. Хотя эксперты считают, что сами по себе заявления о возможном применении ядерных сил очень опасны, поскольку подрывают доверие. Хотя о каком доверии может идти речь в случае с РФ? Запад предупредил Россию о жестких последствиях ядерной эскалации. Сегодня формулируемые угрозы, они действительно, на мой взгляд, реальными угрозами не являются, а являются формой, так сказать, такой страшилки, потому что там, скажем, видно хорошо, что люди, так сказать, всерьез занимающиеся ядерной безопасностью, они, как бы, говорят, да нет, во-первых, Кремль не ударил, так сказать, еще надо посмотреть, чем он там может ударить. Во-вторых, ну это же купируется на старте, да, то есть потери будут колоссальны. И это так всегда и считалось. Ядерные угрозы звучат из Москвы с первого же дня полномасштабного вторжения в Украину. 24 февраля 2022 года Путин обратился к странам, у которых, как он выразился, может возникнуть соблазн вмешаться в происходящее, то есть войну на стороне Украины, пообещав так называемый незамедлительный ответ. В начале 2023 года диктатор объявил о приостановке участия РФ в договоре США о стратегических наступательных вооружениях, а еще через месяц сообщил о размещении тактического ядерного оружия на территории Беларуси. Последний раз Путин угрожал ядерным оружием в феврале уже этого года, во время послания федеральному собранию. В интервью пропагандисту Киселеву напомнил, мол, ядерные силы РФ в боевой готовности. С военно-технической точки зрения мы, конечно, готовы. Они у нас постоянно находятся, постоянно находятся в состоянии боевой готовности. Эксперты считают, цель этих угроз – держать в напряжении Запад в попытке ослабить его поддержку Украины. Эти страшилки звучат не третий год, эти страшилки звучат 60 лет. С момента появления ядерного оружия еще Советский Союз всегда им угрожал, тряс и так далее. То есть это старая тактика Советского Союза – вечно угрожать ядерной войной. Они всегда так блефовали, всегда работали так против американцев. Это постоянный их блеф был. Поэтому ничего нового Путин не придумал. Это придумал Хрущев, как только у него появились первые тактические ракеты. Когда у них появились ракеты дальности 4-5 тысяч километров и так далее. Подготовка к использованию тактического ядерного оружия – сложная техническая процедура. До полномасштабной войны против Украины подобные учения отрабатывались в различных подразделениях российской армии регулярно. Но тогда все проходило тихо, без лишней огласки. Сейчас же эти испытания сопровождаются громкой информационно-психологической атакой. Эксперты считают, одна из целей этого информационного шума – сорвать саммит мира в Швейцарии. Вот этот саммит мира, который они хотят сорвать. Почему? Потому что, знаете, это у нас часто считают вот этот саммит мира, ну что-то такое, знаете, вот как бы между делом. Нет, я считаю, что это очень похоже на такую, если брать аналогию со Второй мировой войны, это конференция в Тегеране в 43-м году, когда рассматривался вопрос, рассматривался вопрос о том, как будет переустраиваться мир. Потом была Ялтинская конференция в 45-м году, потом по итогам Второй мировой войны была Потсдамская конференция. И поэтому они пытаются вот уже разыграть, запугать весь мир, Европу в том числе и так далее. Но я думаю, что это уже немного не работает, поскольку уже все так уже устали бояться и понимают, что, ну, Россию не остановить. Это первое. И второе еще, почему, я думаю, Кремль опасается применять все-таки ядерное оружие, вот тактическое. Все-таки тактическое ядерное оружие – это ракета, да, которую могут сбить, она может не долететь по разным причинам. Потому что, в принципе, ракетами, которые они бомбят Украину, это и есть, ну, теоретически тоже носители ядерного вооружения, там только боеголовку нужно поменять. И они все-таки сбиваются, ну и так далее. А намерения ХРФ сорвать саммит мира неоднократно заявлял и президент Украины Владимир Зеленский. И если международное право и воля святое большинство работают для нас, они способны работать заради восстановления мира для всех, для будь-якого народа на земле. И именно поэтому саммит мира важливый, именно поэтому Путин пытается его зервать. Он будет это делать. И попробуем увеличить тиск на фронте, и начать новые наступающие действия, и различными манипуляциями в политике, и попробуем расколотить международную сообщество. Путин действительно боится саммиту мира, боится, что святая большинство начнет преимуществовать Россию до мира. Эксперты Института изучения войны считают, что бриоцене ядерным оружием является ключевым элементом российского инструментария в гибридной войне. Москва давит на противника, чтобы тот со временем добровольно предпринимал решение выгодной РФ. Кремль часто использовал этот трюк в ходе полномасштабного вторжения в Украину с целью заставить Запад прекратить оказывать военную поддержку Киеву. Поэтому объявление учений нестратегических ядерных сил – это сигнал, призванный вновь напугать Запад. Однако тут позиции Кремля слабы. Категорически против таких угроз выступает даже союзник Москвы – Китай. Хотя риски применения тактического ядерного оружия все-таки существуют. Я бы их не сбрасывал со счетов. Особенно, когда речь идет об освобождении Крыма. Потому что Крым – это для них супер и сакральное место, и очень важная точка. Потому что контроль Крыма – это контроль всего Черного моря. И они это понимают. А после того, как Украина стала уничтожать Черноморский флот и порты Новороссийска, это как раз означает, что вообще существуют риски того, что Россия вообще может потерять контроль над этими портами. Это стратегически очень важно для них, потому что у россиян фактически нет портов с очень удобной логистикой, с изображающим морем. Фактически Новороссийск – это один из немногих портов, точнее единственный, можно сказать, через который можно и нефтью торговать, и другими продуктами. Ну, например, с Индией, с Китаем и всеми остальными. Сам факт учений с тактическим ядерным оружием эксперты не считают тревожным звонком. РФ регулярно проводит разного рода маневры стратегических ядерных сил. Это оружие намного мощнее и страшнее тактического. Ведь тактическая ядерная бомба или ракета не может уничтожить страну или город. Но если Путин или какой-то его генерал по указанию диктатора отважится применить тактическое ядерное оружие на поле боя в Украине – это будет последнее, что он сделает в своей жизни. Москву предупредили – тысячи ракет незамедлительно полетят в ответ. Это, собственно говоря, и сдерживает Москву. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова